Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В 2021 году Святейший Синод Русской Православной Церкви установил дополнительную дату для общецерковного поминовения всех жертв политических репрессий. Этой датой стало 30 октября. Сегодня мы беседуем с благочинным Сретенского монастыря и ромонахом Афанасием Дерюгиным о важности этого дня для нашей Церкви. Добрый день! Здравствуйте, отец Афанасий! В первую очередь, расскажите, пожалуйста, почему была выбрана именно эта дата? 30 октября – это день памяти жертв политических репрессий. Эта дата установлена в первую очередь в светском обществе. Изначально она появилась в 70-е годы как день протеста заключенных против тяжелых условий содержания, а потом уже во время перестройки получила такое государственное признание и память жертв политических репрессий в этот день стало совершаться уже на таком светском уровне. И Церковь, можно сказать, этот праздник воцерковила. У нас много есть подобных примеров, когда те или иные памятные дни, праздники, понятный-то день, сложно назвать праздником, но так или иначе, которые появляются в светском обществе, Церковь берет себе и наполняет его другим смыслом. То же самое здесь. Если в обществе этот день имеет скорее такой оттенок, может быть, в каком-то смысле политический, то для нас это именно день молитвы. День молитвы – день поминовения усопших, пострадавших во время гонений в первую очередь. Поэтому такая дата важна, в том числе и потому, что она объединяет нас с обществом светским и показывает, каким образом нужно правильно относиться к памяти этих жертв репрессий. А вот с точки зрения Церковного года, ведь у нас уже в феврале есть тоже день памяти всех жертв политических репрессий, вернее, в тот же день с Днем поминовения новомучеников. Также рядом с 31 октября, или даже иногда бывает на этот день, выпадает родительская суббота, Дмитровская. Почему важен отдельный день? Я еще раз скажу, что с одной стороны здесь важность в том, что этот день связан с светским днем памяти жертв репрессий. С другой стороны, такое свое личное мнение скажу, что лишний раз вспомнить о пострадавших в годы гонений никогда не бывает лишним. Эта тема, хотя она и очень активна, они много говорят на таком высоком уровне, но при этом далеко не всегда она оказывается значимой для простых верующих людей. Мне приходилось спрашивать, в том числе наших постоянных прихожан, кого они знают из новомучеников Церкви Русской, но результаты этих опросов далеко не всегда были положительными. Поэтому я думаю, что лишний раз вспомнить об этом, и это очень важно. Тут какой еще момент? Что мы совершаем память новомучеников Церкви Русской, прославляем их, но ведь кроме них были еще тысячи, если не миллионы людей, которые также пострадали, во многом пострадали за Христа, но при этом не прославлены в лиге святых по разным причинам. Кто-то из них, может быть, не всегда себя должным образом повел на допросах. Это было очень сложно, нечеловеческие пытки могли сломать кого угодно, но при этом не значит, что за этих людей не нужно молиться, и не значит, что они не могут быть примером в каком-то смысле, даже если не везде вели себя на 100% по-христиански. Плюс кого-то не прославили по другим причинам, еще мало времени прошло, мало информации, что-то еще. И вот вспомнить этих людей, пусть не богослужебным поминовением, как новомучеников, но вот такой вот заупокойной молитвой – это очень важно. Более того, в XIX веке вообще, скажем так, панихидное почитание подвижников благочестия было очень распространено. Канонизации было очень мало, и большую часть таких почитаемых в народе праведников чтили именно за упокойной молитвой. То есть люди приходили на могилы, молились о упокоении их душ, и в том числе от них получали пользу через эту молитву. Думаю, что и здесь молитва за пострадавшего в годы гонений, хотя и не прославленных как новомучеников, также может принести пользу тем, кто таким образом молится. Да, ведь мы знаем много старцев, которые не прославлены, но которых мы почитаем. Конечно, тот же отец и анкрестьянки, насколько еще не знаем. Да, конечно. Каждый церковный праздник или День памяти отдельного святого, или просто памятная дата в церкви, она обычно влияет как-то на богослужение, или на, например, всеночное бдение с литургией, или бывает дополнительный молебен. Вот в этот день что происходит с богослужебной точки зрения? В этот день во всех храмах Русской Церкви будут совершаться заупокойные богослужения, литии и панихиды, именно посвященные пострадавшим во время гонений жертвам репрессий. Пока каких-то отдельных богослужений на этот день не составлено, но будут совершаться обычные заупокойные службы. Подскажите, знаете ли вы аналог этого дня, или, может быть, такой же день празднуется в других наших поместных церквях? Во многих государствах есть подобные дни памяти жертв политических репрессий, ну и они обычно совершаются, связаны с заупокойными богослужениями. Конкретных примеров привести не могу, но такая практика есть и в других странах. Как я понимаю, в Средневском монастыре, как в одном из центров поминовения новомучеников, конечно же, этот день тоже чтится, и тоже будут совершаться, как и везде, заупокойные богослужения. Да, конечно, в этот день у нас пройдут заупокойные богослужения. Я сейчас несу послушание духовника первого курса в скиту, и там мы совершим с нашими студентами по особому чину панихиду есть специальный заупокойный канон, посвященный именно тем, кто пострадал в годы гонений. Если Господь благословит, то именно этот канон мы прочитаем на панихиде вместе с нашими первокурсниками, чтобы особо почтить память именно тех, кто пострадал в годы гонений от безбожной власти. Расскажите еще напоследок о том, как именно Сретенский монастырь почитает новомучеников, кроме того, что главный престол главного собора освящен в честь новомучеников и исповедников российских. Здесь есть несколько моментов, и это действительно и наш собор, посвященный новомученикам. Это и наша выставка, посвященная новомученикам, церкви русской, которая действует у нас в монастыре. Особое почитание царской семьи в монастыре, ночное богослужение в этот день, плюс выставки, посвященные царской семье, выставки фотографий, которые наш монастырь организовывает чуть ли не по всему земному шару. Буквально недавно открылась такая выставка на Рождественском бульваре, которую тоже можно посетить. Тоже такой один из аспектов почитания новомучеников в нашей обители. Плюс, когда мы выбираем, кому совершать богослужение в тот или иной день, то стараемся отдавать предпочтение именно новомученикам церкви русской, чтобы их имена звучали на богослужении, о них упоминалось в проповеди, и люди больше и больше почитали память этих святых. Спасибо вам, отец Иванасий, за очень подробные ответы на вопросы и за эту ценную информацию, которая, я уверена, преградится любому чаду нашей церкви. Дай Бог, чтобы мы все помнили тех, кто трудился, кто пострадал ради правды Божией, ради Христовой церкви и были достойны быть их потомками. Аминь.